В здании Саратовского театрального института начался долгожданный ремонт. Долгие годы стены старых аудиторий умудрялись выпускать актеров, которые прославили Саратовскую театральную школу. Современные студенты, наконец, получили возможность учиться в комфортных условиях. Подробности в сюжете Юлии Шишкиной. Занятие по сценическому движению, фехтование – классика учебного процесса в театральном. Но саратовским студентам много лет приходилось сражаться еще и с условиями, в которых они учились. Больше 30 лет без капитального ремонта. Но с сентября фасад корпуса театрального института Саратовской консерватории затянут зеленой сеткой. Началась долгожданная реконструкция. Причем без отрыва от учебного процесса. На третьем этаже пилят и строгают, но для студентов эти звуки как музыка. Ни одного занятия не пропало у нас. Конечно, изменилось расписание немножко, но мы поддерживаем это. Никаких неудобств таких нет. То есть мы приняли, как пух, такие все. Осмотреть ход ремонтных работ приехал депутат Госдумы Николай Панков. Директор института Наталья Горюнова вспоминает, как в 1983 году студенты театралы переехали в неприспособленное помещение. Сломав пару перегородок, своими силами сделали косметический ремонт. Вопрос о капитальных работах не раз поднимали выпускники Саратовской театральной школы Олег Таваков и Евгений Миронов. Наконец, свершилось. Капитальный ремонт, мы его очень долго ждали и очень долго просили. И теперь, когда настал этот момент, конечно, все счастливы. И вы видите, студенты, даже несмотря на то, что такие неудобства большие у нас сейчас, они все с удовольствием ходят на уроки, ничего не пропускают, потому что они как бы по ожиданию находятся. Условия подготовки кадров, условия содержания этого учебного заведения, оно, конечно, не соответствует тем высотам и тем профессиональным наукам, которые дает это учебное заведение. Поэтому, посещая этот институт, Вячеслав Викторович Володин изыскал возможность и поставил задачу отремонтировать до 9 декабря месяца это учебное заведение. Ремонт идет и снаружи, и внутри. На объекте трудятся 32 рабочих. Обещают заменить все гнилые внутренности корпуса. Сейчас стены сыпятся от неосторожного прикосновения. Частично поменяют кладку стен, кровлю, занимаются и проблемами подвалом. Заменят внутренние лестницы и оконные проемы. До холодов спешат закончить работы на улице. Фасады. Сейчас мы приступили работать по фасадам, так сказать, сезонной работы. Завершается в данный момент мы начинаем окраску фасадов уже. Также внутри, как мы видим здесь, вот третий этаж, приступили к замене перекрытий. То есть подняли старые доски, все. Будем сейчас усиление балок несущей конструкции. Рабочие начали с третьего этажа, с классов сценического мастерства. Примерно 15 ноября спустятся на второй этаж. Дальше придет черед первого. Планируется оборудовать акустический зал по новым технологиям. Театралы мечтают о современном звуковом и световом оборудовании, но пока этот вопрос обсуждается. Зато с новым корпусом гаидут новшества учебного плана. Будущие актеры будут проходить практику на театральных площадках в районах. Уже есть договоренность с Вольским драмтеатром, где студенты смогут поставить свои дипломные спектакли. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.